Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас уже третий урок подряд по DaVinci Resolve. После него я все-таки сделаю небольшой перерыв. А урок сегодня наконец-то уже по монтажу в DaVinci. Вот просто о том, как собственно монтировать. Потому что в первую очередь мы рассматриваем DaVinci как монтажную программу, но непосредственно практики монтажа, то есть разрезать-склеить мы не касались. В первую очередь потому что и говорить-то тут не о чем. Разрезал, склеил. Или подрезал-склеил. Действительно монтаж это не технический навык, а творческий. Что разрезать, где, какой длинный кадр, какой ритм монтажа подходит под визуальное высказывание, как избежать рывка на монтаже. Все это опыт и чутье. Но есть несколько действий, которые упрощают и ускоряют процесс с технической точки зрения. Например, вот эта кнопка синхронизирует дорожки видео и аудио. Выключили синхронизацию, можно двигать дорожки раздельно. Вот эта цифра показывает насколько они сейчас разъехались относительно друг друга. То есть видео у нас сейчас идет без звука, а звук где-то раньше начинается. Можно вообще удалить дорожку, а на ее место вставить другую. Более того, ее можно связать с видео и она будет как единый клип. Правая кнопка мыши – Link Clips. Когда это бывает нужно? Например, у вас есть черновой звук с камеры, а набило вы писали на внешний рекордер. На монтаже переподложили звук с рекордера, сделали Link Clips, вроде мелочь, а помогает. Но сегодня не об этом. А Selection Mode и Trim Mode. Вот у нас есть какой-то проект. Предположим, что мы писали, а так оно и было, одно действие с нескольких камер. На самом деле такое монтируется с помощью функции мультикамерного монтажа. Она в DaVinci есть. И в следующем скринкасте мы ее рассмотрим. А также рассмотрим, как синхронизировать звук с нескольких камер. Но сейчас не про это, а о функции Trim Mode. Итак, стандартно мы работаем как? Подрезаем клип, удаляем пустоты. Если нам нужно удлинить какой-то клип, соответственно мы выделяем все клипы за ним, отодвигаем куда-то в сторону, удлиняем клип, удаляем пустоты. То есть, четыре действия. А можно то же самое сделать в одно действие. Но для этого нужно перейти из режима Selection в режим Trim. Что происходит сейчас? Сейчас, сдвигая край кадра, мы тянем за собой все клипы, которые лежат на дорожке. Более того, он будет сдвигать и треки, которые лежат на других дорожках. И имейте это, кстати, в виду. Ну и наоборот, отодвигая край кадра, вы сдвигаете все клипы, которые лежат за склейкой. То есть, вместо четырех действий вы укладываетесь в одно. Это история, как и большинство других в DaVinci, да и вообще в любой монтажной программе, просто упрощает жизнь. Монтировать можно исключительно в Selection Mode. На качестве фильма это никак не отразится. Качество определяется другим. Это я к тому, чтобы вы не волновались, что чего-то не знаете. И не стремились изучить программу до тонкостей, а уж потом типа я буду монтировать. Не надо, надо сразу монтировать, а остальное придет. Но про 3 мод надо все-таки сказать еще кое-что. Опять же, чтобы вы поняли, насколько многогранно DaVinci и сколько в ней скрытых функций. Итак, если мы берем за край кадра, мы либо удлиняем кадр, либо укорачиваем. Это вы уже поняли. Но если мы ставим мышку в центр кадра, вид курсора меняется. И теперь мы сдвигаем кадр внутри, не сдвигая соседний. Монитор показывает 4 кадра. То есть предыдущий, начало текущего, конец текущего и следующий. То есть, что происходит сейчас, когда мы сдвигаем кадр влево? Положение склейки не меняется, предыдущий кадр и последующий не меняются, а вот текущий кадр будет начинаться позже. Мы выбрали в нем условно другой кусок, другую часть. Но и это еще не все. 3 мод работает таким образом, если мы ставим мышку в центре кадра в верхней половине. Если в нижней, то происходит абсолютно другое. Курсор, видите, опять изменился. И теперь сдвигая мышкой клип, мы наоборот оставляем текущий кадр неизменным, начало и конец его не меняются, а вот место склейки и, соответственно, соседние кадры меняются. Ну и монитор, соответственно, все эти изменения показывает. Вообще, объяснить это сложно, и вы, наверное, сейчас не совсем понимаете разницу и ситуации, когда это можно использовать, но попробуйте сами. Поймете разницу, найдете ситуации, когда 3 мод бывает очень полезен и сможете сэкономить время на монтаже. Причем действия в 3 мод можно комбинировать, но это тоже становится более понятным, если просто попрактиковаться. Вот такие простые, но весьма полезные функции, которыми обладает DaVinci. К слову, не только DaVinci, но и Final Cut, и Premiere – это вообще общая практика для профессиональных монтажных программ. В следующем уроке мы поговорим о мультикамерном монтаже, так что не пропустите. А для этого подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео, пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий, ну и любите друг друга.